Если с каждым днём вы становитесь всё более радостным человеком, значит, прогресс есть. Наблюдайте за собой каждый день. Сегодня вам не больше радости, чем вчера. Если вы замечаете, что день это дня, вы становитесь всё более и более радостным человеком, и ваше лицо вместо такого постепенно становится таким, значит, прогресс есть. Комфорт и удобство пришли к нам благодаря тому, что мы научились обустраивать окружающий нас мир. Однако мы не достигнем благополучия, обустраивая мир вокруг. Если обустроить окружающую среду определённым образом, она станет комфортной и удобной. Но благополучие придёт к вам только в том случае, если вы преобразите себя, и никак иначе. Что бы вы ни делали с окружающим миром, вы никогда не сделаете его на 100% таким, как вы хотите. Ничто в вашей жизни не происходит на 100% так, как вы этого хотите. Что-то происходит по-вашему, что-то происходит по-моему. Это ничего. Мир не такой, каким вы хотите его видеть. И ни один человек не может соответствовать вашим желаниям на 100%. Ваши родители, ваши дети, ваш супруг, ваши друзья, ваш партнёр, кто-нибудь из них, соответствует вашим желаниям на 100%. Хоть один человек. Даже о вашей собаке нельзя так сказать. В наши дни они делают, что хотят. Если никто не поступает по-вашему, это не проблема. Проблема в том, что вы сами функционируете не так, как хотели бы. Если бы вы на 100% соответствовали своим желаниям, какими бы вы себя сделали? Счастливыми или несчастными? Абсолютно счастливыми? Не так ли? Вы бы испытывали настолько приятные переживания, насколько это возможно? Следовательно, проблема в данный момент заключается в том, что вы не соответствуете своим желаниям. Или, другими словами, ваше благополучие случайно. Если всё внутри вас происходит случайным образом, то вы — потенциальная катастрофа. Начнём с того, что вы называете собой. Когда вы говорите «Я», что вы называете этим словом? Вы же не имеете в виду ваш дом, машину, одежду. Когда вы говорите «Я», вы говорите вот об этом. Если всё в вашей жизни происходит так, как вы хотите, за исключением вот этого, тогда вы страдаете. Какой бы деятельностью вы ни занимались, для чего вы занимаетесь бизнесом, создаете семью, строите карьеру, что бы вы ни делали, почему вы всё это делаете? Идёте ли вы в храм или в бар, вы делаете это потому, что стремитесь к своему благополучию. Кто-то идёт в храм, потому что считает, что там он найдёт своё благополучие. Кто-то идёт в бар, потому что считает, что он найдёт своё благополучие там. Они ищут одного и того же. Оба ищут что-то приятное. Некоторые люди хотят попасть в рай. Почему? Потому что в рекламе всегда говорилось, что рай — это очень приятное место. Если бы вам сказали, что рай — место неприятное, вы бы захотели туда попасть? Что бы вы ни делали, хотите ли вы быть здесь или оказаться в раю, вы по-прежнему находитесь в поисках приятного? Это всё хорошо. Но как я могу приятно себя чувствовать? Вы видели мою тёщу? Вы видели моего начальника? Я всё это видел. Если внешние ситуации становятся неприятными, разве не становится ещё более важным, чтобы внутри себя вы испытывали приятные ощущения? Если бы какой-то причине внешние обстоятельства становятся неприятными, не становится ли ещё более важным, чтобы внутри вы испытывали приятные ощущения? Потому что приятные ощущения, приходящие извне, зависят от многих факторов. Иногда у вас получается их совместить, иногда нет. Но для того, чтобы испытывать приятные переживания внутри себя, необходимо лишь одно — вы сами. Этот единственный человек должен соответствовать вашим желаниям. Окружающий мир не обязательно будет вам способствовать. Готовы ли вы посодействовать своему собственному благополучию? За все прожитые годы вашей жизни сколько из вас провели хотя бы одни сутки в состоянии абсолютного блаженства? Было ли такое, чтобы за одни сутки вы не испытали ни одного мгновения тревоги, раздражения, гнева, беспокойства, и вы прожили 24 часа в полном блаженстве? Очень и очень немногие могут ответить на этот вопрос утвердительно. Если один день в вашей жизни пошел не так, это можно понять. Но если ни один день не прошел так, как вы этого хотели, что-то основополагающее в вашей жизни идет не так. Если ни одни сутки в вашей жизни не прошли так, как вы бы этого хотели, что-то основополагающее идет не так. Это происходит потому, что наша жизнь функционирует по воле случая. Мы используем этот человеческий механизм, ничего в нем не понимая. Например, если бы вы сели в автомобиль и не зная, что это за три педали, нажимали бы их, когда он вздумается. Представляете, с какими рывками вы бы ехали? Именно это сейчас и происходит. Дело не в том, что в своей жизни вы не знали умиротворения, радости, блаженства или восторга. Проблема в том, что эти состояния неустойчивы. Не так ли? Ваше благополучие происходит рывками. Сейчас вы чудесные, в следующем мгновении неприятные, вот вы прекрасные, тут же некрасивые, вот вы радостные, а что произойдет в следующем мгновении, даже представить сложно. Именно так все и происходит. Насколько радостными вы были в возрасте пяти лет? И насколько вы радостны сейчас? Сколько радостных моментов вы переживаете в день? Их количество увеличилось или уменьшилось? Уменьшилось. Когда вам было пять лет, вы ничего не решали в своей жизни. Вам приходилось делать все, что вам говорили взрослые. Сейчас вы живете как хотите. И все, что вы делаете, вы делаете только из стремления к благополучию и радости. Но радости становится все меньше. Не значит ли это, что в вашей жизни что-то основополагающее пошло не так? Сейчас ваше внутреннее благополучие все еще требует толчка для запуска. Если бы вы управляли им осознанно, вы бы создавали свою жизнь такое, как вы хотите. Самый важный технологический процесс, который нам нужен, состоит в том, чтобы, прежде чем начать конструировать окружающий мир, вы начали управлять собой так, как вы хотите. Если вы родились человеком, то одного выживания уже недостаточно. Просто есть, спать, размножаться и однажды умереть для человека почему-то недостаточно. Будь вы каким-то другим живым существом, все было бы просто. Сытый желобок – нет проблем. Но когда вы стали человеком, все изменилось. Пустой желобок – только одна проблема. Полный желобок – сотни проблем. Ваша жизнь начинается только после того, как решен вопрос выживания. Сейчас вы человек, и вы постоянно стремитесь к чему-то большему, к чувству удовлетворения, к тому, чтобы преодолеть границы. Но сейчас, к чему бы вы ни стремились, самое главное, чтобы вы взяли собственные переживания в свои руки. Когда вам было пять лет, у вас было вот такое лицо. Оно сияло. Постепенно многие лица начинают вытягиваться. Встаньте на любой оживленной улице своего города. Каждую минуту мимо вас будут проноситься сотни людей. Многие из них за рулем автомобиля своей мечты. Но сколько радостных лиц вы увидите? У людей старше тридцати лица обычно вытянутые. Почему? Для большинства из них жизнь сложилась гораздо лучше, чем они могли себе представить. Для большинства из вас жизнь сложилась лучше, чем вы могли мечтать. Определенно вы живете лучше, чем ваши отцы и дедушки, с материальной точки зрения. Разве в материальном плане вы живете не лучше, чем ваши родители, дедушки и бабушки. Значит, дело не в том, что в вашей жизни что-то идет не так. Но, тем не менее, лица все равно вытягиваются. Почему? Если в поисках счастья вы будете пытаться перестроить весь мир, этому не будет конца. Но если вы сделаете разворот, то все уже прямо здесь. Потому что основа ваших переживаний находится внутри вас. Будем учиться тому, как совершить такой разворот. Это простой метод, простая технология для того, чтобы обратиться внутрь себя. Если вы обратитесь внутрь и возьмете под контроль основу или источник своих переживаний, разве после этого нужно будет говорить вам, выбирайте радость, не выбирайте несчастье. Вам понадобится такое писание? Понадобится такое учение? Будь у вас выбор, вы бы выбрали для себя приятное ощущение. В этом нет никаких сомнений. Проблема сейчас в том, что вы потеряли возможность выбирать. Почему так произошло, что вы не можете выбирать? Просто потому, что вы пытаетесь управлять этой системой, не понимая даже ее основ. То, что происходит внутри вас, не должно происходить по воле случая. Оно должно происходить согласно вашим намерениям, а не случайно. Мы прибегаем к помощи различных вероучений, лишь потому, что жизнь человека происходит по воле случая. Это не философия. Это не учение. Это технология. Вам нужно лишь научиться ее использовать. Если вы не научитесь ей пользоваться, то работать она не будет. ПОВЕРНОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОЕРНОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok